Итак, продолжаем изучение Бхагавадгиты. Бхагавадгита, как она есть? Шри Шримата, Чебах Тивиданта, с вами Прабхупада, основатель Международного общества сознания Кришны. Итак, текст третий, глава первая, на поле битвы Кругшетра, текст третий. Пашьяй тампанду путранам, очария махатимичему, ютхамдруппада путрина, тавашишенадхимата. Пашьяй тампанду путранам, очария махатимичему, ютхамдруппада путрина, тавашишенадхимата. Пашьяй там панду Путранам, Ачарья Махатин чему, Юдхам Друпада Путрина, Тавашишне Натхимата. Пашьяй там панду Путранам, Сыновей Панду, Ачарья, Поучитель, Махатин, Великий, Чамум, Военная Сила, Юдхам, Выстроенный, Друпада Путрина, Сыном Друпады, Тава, Твой, Шишьена, Ученик, Тхимамата, Очень умный. О мой учитель, посмотри на Великую Армию Сыновей Панду, Так искусно построенную Твоим способным учеником, Сыном Друпады. Комментарий. Дурьотхана Великий Дипломат хотел указать Дроначаре, Великому Браману и Главнокомандующему на его промахи. Между Дроначарей и Царем Друпады, Отцом Жены Арджуна Друпади, Произошла ссора на политической почве. В следствии этой ссоры Друпада совершил большое жертвоприношение, благодаря которому получил благословение иметь сына, способного убить Дроначарью. Дроначарья отлично это знал, но тем не менее, будучи великодушным Браманом, он, не колеблясь, передал все свои военные секреты сыну Друпады Дрихтадьюмне, когда тот был верен ему для получения военного образования. Теперь на поле битвы Крукшетра Дрихтадьюмна принял сторону пандов, и именно он выстроил военные фаланги, научившись этому искусству у Дроначарья. Дурьотхан указал на этот промах Дроначарья, дабы тот был бдителен и непреклонен к сражению. Этим он также хотел подчеркнуть, что Дроначарья не должен был быть снисходителен к пандовам, которые также были его преданными учениками, из которых Арджуна был самым любимым и способным. Дурьотхан предупредил, что такая снисходительность в бою приведет к поражению. Итак, мы прочитали текст третий, где Дурьотхана обращается к своему учителю Дроначарью. Дурьотхана сын Дрихтараштры, и Дурьотхана был хорошим политиком, он был также царем, но тем не менее он был обеспокоен расстановкой сил армии, армии пандов, и поэтому он не смог скрыть страха и уже пошел к своему учителю Дроначарьи и сказал ему «О, мой учитель, посмотри на великую армию, сыновей панду, так искусно построенную твоим способным учеником, сыном Друпады». Между Дроначарьей и царем Друпады, отцом жены Арджуна Друпади, произошла ссора на политической почве. Мы здесь узнаем, что между Дроначарией и царем Друпады, царь Друпада, отец жены Арджуна Друпади. Друпади у Друпади, Друпади была женой Арджуны. И вот как раз царь Друпади был отцом жены Арджуны Друпади, и между ними, между Дроначарией и Друпадой, царем Друпадой, произошла ссора на политической почве. Вследствие этой ссоры Друпада совершил большое жестоприношение, благодаря которому получил благословение иметь сына, способного убить Дроначарию. И Дроначарья это знал, но тем не менее, будучи великодушным браманом, то есть мы здесь узнаем, да, из комментариев, что Дроначарья был не только великим воином, не только учителем, да, который обучал военному искусству, и сыновей Дрихтараштры, и сыновей Панду, но он также ещё и был браманом. Он был браманом, и он знал, что должен, что царь Друпада совершил большое жертвоприношение для того, чтобы иметь сына, который убьёт Дроначарью. Он это знал, он хорошо это знал, и тем не менее, будучи великодушным брахманом, он, не колеблясь, передал все свои военные секреты сыну Друпады Дрихтхадьюмне, когда тот был верен ему для получения военного образования. Теперь на поле битвы о Куркшетре Дрихтхадьюмна принял сторону пандов, и именно он выстроил военные фаланги, научившись этому искусству у Дроначарьи. То есть Дрихтхадьюмна был сыном Друпады, царя Друпады Дрихтхадьюмна. Дрихтхадьюмна указал на этот промах Дроначарьи, дабы тот был бдителен и непреклонен в сражении. Этим он также хотел подчеркнуть, что Дроначарьи не должен был быть снисходителен к пандовам, которые также были его преданными учениками, из которых Арджона был самым любимым и способным. Дрихтхадьюмна предупредила, что такая снисходительность в бою приведёт к поражению. Для этого Дрихтхана подошёл к Дроначарьи, чтобы ему сказать о его промахе, о промахе Дроначарьи. То, что он передал своё искусство также и встал на сторону противника. То есть он также и обучал и панду, сыновей панду военному искусству, и сыновей Дрихтараштры. Он учил боевому искусству, и об этом промахе, на этот промах указал ему Дрихтхана, старший сын Дрихтараштры. Дрихтхана предупредил, что такая снисходительность в бою приведёт к поражению. Тем не менее, Дрихтхана мог предвидеть, он был обеспокоен, он не мог скрыть страха, когда он увидел, как была выстроена армия его противника, сыновей панду, и тех, кто также был на стороне панду. Ну вот так заканчивается текст третий.